Мы находимся на том самом месте, где человек впервые попробовал куриное яйцо. Что им двигало в тот момент? Почему он решил положить начало целой эпохе этого бесконечного мучения и рабства животных? Любопытен тот факт, что именно здесь открылось это заведение, где животноеды наслаждаются продуктами убийства, насилия и эксплуатации над животными. Совпадение это или чья-то злая игра? Мы собираемся узнать это. Мы находимся на дизайн-заводе Флакон. Это арт-центр, где собирается вся прогрессивная творческая молодежь. Но даже здесь, в центре, казалось бы, всего этого света общества, присутствует вот такой образчик самого оголтелого спесишизма. Животное, как вы видите, объективируется. Оно поделено на отдельные части, и отдельные части тела коровы представлены нам как различные блюда. Каждому присвоено свое название, и это преподносится нам как нечто нормальное и приемлемое. Вообще человек так устроен, что он любит глазами. И рекламный ход вообще индустрии, продажи именно пользуются этой темой. Даже любой труп, который мерзкий, может выглядеть охрененно красивым за счет того, что реклама может это сделать. Здесь мы наткнулись на очень интересный лозунг «Ешь мясо, гедонист». То есть авторы как бы хотят нам связать гедонизм с антропоцентризмом, но в самом деле одно не должно подразумевать другое. Чтобы приносить себе счастье, совсем не обязательно приносить страдания другим. Когда мы пытаемся указать человеку на тот факт, что мясо получено через убийство, нам говорят «Ой, не-не-не, так, не надо рассказывать мне об этом, ты испорчишь мне ужин». То есть ты испорчишь мое удовольствие, понимаете? То есть дело опять же в удовольствии, которое мы получаем от убийства животных. И в этом заключается проблема. Мы прекрасно осознаем, что животные продукты подразумевают страдания и смерть. И, конечно, возможно, между большинством из нас и хабаровскими живодерками есть психологическая разница. Да, большинство из нас вряд ли бы наслаждалось непосредственно процессом убийства животных. Но как хабаровские живодерки, так и мы наслаждаемся результатом этого убийства и этих страданий. И с моральной точки зрения между нами нет разницы. Здесь мы имеем инсталляцию одной из невернувшихся жертв технического прогресса. Создана при поддержке Московского художественного промышленного института. Называется она «От винта». Сделана полностью из металлолома с открытым, так называется, стеклянным защитным колпаком. И показывает собой обращение человека к животным, как к вещам, которые можно уничтожать в любых количествах, оправдывая это какими-то высшими достижениями. Памятник антропоцентризму. Все, что я могу сказать. Специшизм здесь представлен в том виде, что образ животного, в данном случае собаки, представляется нам как что-то приемлемое для того, чтобы использовать его в своих целях своего научно-технического прогресса. Но также, если мы обойдем с этой стороны, мы заметим также еще и милитаристские лозунги. Картина нам подразумевает то, что использовать животное мы можем и в целях какого-то своего научно-технического прогресса, и в целях какого-то милитаризма, империализма. Перед нами один из образцов верхушек современного специфизма. Голова животного используется в качестве украшения интерьера. Образ убитого и замученного животного, а также его части тела. Дискриминация видов возникает того, что человек нечувственно относится к животным. То есть человек хочет красоту. Он хочет красивую кошку себе, там, необычную, и сейчас генетики работают над этим. Без разницы, какая у него душа. Им важно просто снаружи, то, что снаружи, именно подкупает красота. Я шел по улице, и мне дали вот такую вот рекламу. Котофейня. Здесь, как вы видите, мы можем наблюдать объективацию кошек. Потому что с помощью образа кошки нам пытаются продать кофе. Потому что кошек, как и многих других животных, много-много-много-много тысяч лет назад там когда-то люди одомашнили, но там свиней, коров одомашнили по той причине, потому что нужно было там их мясо, молоко. А кошек, ну, тоже человека домашнего. Ну, потому что, видимо, ради какого-то эстетического своего удовольствия, что просто приятно их дома у себя иметь, услаждать свой взор. И, используя вот эту вот функцию, которую их человек уже наделил, пытаются нам теперь вот продавать кофе в данном случае. Котофейня. И, если приглядеться вот здесь, мы на чашке можем еще увидеть силуэт рыбы. То есть, силуэт рыбы, и над ним кошка занесла свои лапы. Здесь можно говорить еще и об объективации рыб. Дискриминация среди животных и там любовь к одному виду, там, я люблю кошек, но я ем свиней, возникает из-за того, что эта реклама направлена на твой зрительный процесс. Мало кто придает значение проблеме одомашнивания, но следует понимать, что это именно то, с чего началось все рабство животных. Это то, что дало начало всему специшизму. Когда человек взял это животное из его дикой, из его естественной среды и по своему только решению, не интересуясь, чего хочет это животное, решил лишить его свободы и приручить его в своих целях. Это нехорошее место. Даже по соседству, рядом с такими местами, жить тяжело. Обратите внимание, что находится позади меня. Это место, где продают орудия убийства для того, чтобы лишать жизни другие виды и приспособления для того, чтобы с большим удобством проводить все эти убийства и лишения свободы. Это находится в центре города. Я просто шел по улице по своим делам. Я не искал это место конкретно. Я просто на него наткнулся. И вот оно есть. Это говорит о том, что специшизм поселился очень глубоко в культуре людей. И самое смешное то, что мы, большинство людей, они убивают животных ради того, чтобы пару секунд подержать на языке труп. Вы представляете, мы пару секунд живем пищу, А в целом, это целая жизнь животного, которое жил, проживал, хотел жить дальше, но его насильно убили из-за того, что проживал ты пять секунд на своем языке. И действительно, веганство имеет отношение не только к животным, но и к человеку и к другим существам, которых человек не привык потреблять, которых человек не привык эксплуатировать. Все это связано с экологией, конечно же. Есть огромное количество исследований, которые дают нам разного рода знания на этот счет. То есть, например, одна треть земли занята исключительно под нуждой животноводческой индустрии. Это известно абсолютно достоверно, и с этим не спорит даже антивеганское сообщество. Известно, что две трети всех запасов, так называемых морепродуктов, то бишь морских обитателей, в том числе и рыб, они либо эксплуатируются на максимально возможном уровне, либо вообще истощены окончательно. То есть, великая вероятность, что мы с вами можем дожить до величайшей экологической катастрофы с вымираниями, если ничего не изменится. И изменить это можем, конечно же, мы с вами. Также известно, что огромное количество выхлопных газов выпускается в воздух именно за счет метаболизма животных. Я не вспомню сейчас процент, но он выше, чем процент от всех трансферных перевозок в мире, что дает нам глобальное понимание, потому что транспортные перевозки – это и автомобили, и самолеты, и все остальное. И все вот это в совокупности – это меньше, чем одна только животноводческая индустрия. Поэтому переходить на веганство, друзья, это помогает не только животным, но и нам с вами. Часто возражают, что если все станут веганами, нам не хватит земли, чтобы прокормить людей. И этот абумент не просто неправильный, он чудовищно неправильный, потому что в реальности дела обстоят совершенно наоборот. Совершенно все иначе происходит, потому что огромное количество растительной продукции, сои и прочего, мы выращиваем напрокором, собственно, тем животным, в которых мы съедим, и мы могли бы есть их напрямую. И я, к сожалению, сейчас вылетел из головы точные цифры, но веган, веган, соответственно, там с исследованиями, для того, чтобы прокормить вегана, необходимо там, по-моему, в 10 или в 20 даже раз меньше земли, чем для того, чтобы прокормить не вегана. Поэтому, ну, опять же, это все перекликается с экологией нам. На самом деле, мы все вынуждены стать веганами как можно скорее, иначе нас ждет экологический кризис, который уже назревает, собственно, вот он уже у порога. Быть веганом значит быть свободным. Быть веганом – это значит любить по-настоящему, отсутствие лицемерие, того, что ты выбираешь один вид, я люблю животных, я хочу. У меня есть кошки, а на деле ты ешь то же животное. И в чем тогда смысл твоей любви, если оно не полноценно, оно не поглощает все вокруг тебя? Какой же мы имеем итог этой несправедливости? Видовая дискриминация существует и действует в точности, как и любая другая. Выделяется та или иная группа, и делается предположение о том, что мы можем пренебрегать их интересами, ущемлять их права, основываясь на том, что они не такие, как мы. По такому принципу действует расизм, сексизм, гетеросексизм, лукизм, эйджизм, эйблизм и так далее. Списишизм действует абсолютно так же, когда мы решаем, что животных можно лишать свободы, убивать, эксплуатировать, лишь потому что они животные. А мы люди, и поэтому мы можем так поступать. Это несправедливо, но это происходит. Происходит потому, что мы продолжаем во всем этом участвовать, когда создаем спрос на это насилие. Но в наших силах это изменить. Стоит становиться веганами и веганками не потому, что у нас какое-то особенное отношение к животным. Нет. Ведь мы можем по-разному относиться к людям, некоторых мы можем не любить, но вы никогда не начнете убивать и есть человека, только потому, что вы его не любите. Веганство – это вопрос справедливости. Это наш моральный минимум по отношению к животным. Перейти на веганство очень легко. Если вас беспокоит судьба животных, для вас не составит большого труда отказаться от употребления тел у животных, включая рыб, молока, яиц, меда, покупки меха, кожи, пуха, шерсти, посещения цирков, дельфинариев, зоопарков, использования косметики и средств гигиены, тестирующихся на животных, от покупки самих животных. Вместо этого берите животных с улицы или из приютов, если хотите им помочь. Индустрия насилия по отношению к животным умрет, если мы перестанем создавать спрос на это насилие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok